Здравствуйте, я Людмила Судейкина, пресс-секретарь Ресурсного Центра Поддержки НКО при Общественной Палате Амурской области. Это видео из проекта «Копилка опыта». Как человек, проработавший больше 20 лет в средствах массовой информации и пройдя путь от юнкора до редактора, делюсь опытом и наработками на тему, как НКО рассказывать о своей работе. Итак, как выбрать фото для публикации в СМИ? Встречались ли вы с такой проблемой? Вы прикрепляете 10 фото, а у вас просят еще, опубликуют без фотографии или выбирают, на ваш взгляд, самую странную. Бывало? Как это объяснить? Объяснение одно, но глобальное. Фотография должна иллюстрировать, быть понятной и интересной для максимально большого круга людей, которые совсем не в курсе, что тут рядом написано. Разберем на примерах. Вот две фотографии. Представьте, что вы человек, который просматривает новостную ленту на своем смартфоне или листает Инстаграм. Зацепит ли ваш взгляд первая фотография? Если там нет вас или ваших знакомых, то скорее всего нет. Потому что кто на ней? Ну, какие-то люди, у которых какие-то дипломы. Все. А вторая фотография, она несет гораздо больше информации. И эмоциональную нагрузку сразу, причем даже при бегалом взгляде. Те же 10 секунд. И суть картины ясна. Что мы видим? Праздник. 9 мая. Возложение цветов к памятнику героям. Первое фото требует пояснений и подробного рассказа на несколько абзацев. Для второй достаточно уточняющие подписи или даже названия. Вот пример хорошей фотографии. Хорошей фотографии и для собственного альбома, и для СМИ. Мальчишки восхищенно рассматривают казачью шашку. Мозг захвачен, начинает додумывать историю. Кто это? Где это? Что это? Откуда шашка? Что за дети? Посмотрите, как им интересно. И уже хочется узнать больше. И вот уже глаза и еще текст. Вот так должно работать хорошее фото для СМИ. Итак, что же должно быть в хорошем фото? Здесь должно быть действие. Обязательно. Вот первые четыре пункта – это обязательные пункты. Действие, информация, эмоция и подробности. Вот пятый – хорошо, если на фото есть узнаваемая личность. Вот тогда, если есть очень-очень известный человек, тогда может отсутствовать какой-то из предыдущих компонентов, но желательно, чтобы было сразу все. И, разумеется, должно быть хорошее качество снимка. Все перечисленные компоненты присутствуют на этом снимке. У нас есть действие. Ребята держат и рассматривают шашку. Есть информация. Мы видим, что это казачья шашка, и что это маленькие дети, достаточно маленькие. Мы видим эмоции детей. Вот на заднем плане это хорошо видно. Да и на главных героях тоже на лесах у них восхищение. Мы видим подробности. А в роли узнаваемой личности у нас здесь холодное оружие. Кстати, это фото и было принято редактором для иллюстрации новости про казачий десант. А вот фото, которое даже по присутствии вип-персоны может не спасти фотографию. И фотография, скорее всего, будет отвергнута для публикации. Среди фотографов такие фотографии называются расстрел на рассвете. Это когда все встали покучнее-покучнене, чтобы все поместили, чтобы всех было видно. Хотя даже и видно не всех, если что. Смотрим в камеру и улыбаемся. Даже если поставить здесь в центре очень известную личность, ее будет достаточно сложно разглядеть. И опять же смотрим, не очень качественно выстроена композиция, нет действия, есть эмоции, но это тоже они очень такие, не у всех они, не захлестывают. Какие-то люди смотрят на вас, что будет дальше, ну не знаю. Такие фотографии чаще всего практически в 99 случаях не берут для публикации. С другой стороны, сразу скажу, что такие фотографии, как фото на память или фотографии для отчета о проведенном мероприятии, тоже имеют место быть. Если вы планируете потом раздать копию и снимка каждому из участников или опубликовать фотографию на сайте своей организации, да, вполне можно, почему нет. Для этой цели групповое фото вполне подойдет. Но вот для внешних средств массовой информации выбирайте кадры, руководствуясь критерием заинтересовать за 5 секунд. И да пребудет с вами сила интернета. Людмила Судейкина, ресурсный центр НКО для проекта Копилка опыта.